Доброе утро! Проснулись на жизнь. Рада видеть вас снова. Сегодня немножко соберемся энергетически, чтобы выдержать второй день, и потом уже можно будет расслабиться, кто в круг, кто отдыхать, кто в Москву, все еще куда-то там. А пока что давайте начнем с моей презентации, на самом деле. Я буду рассказывать про тему, которая, ну, скажем так, на вырост. Потому что, когда я послушала вчерашнюю презентацию, я поняла, что Анатолия, возможно, будет не совсем готова послушать, но как бы разберемся сейчас. Дальше. Почему? Почему? Потому что дальше. Почему, может быть, не совсем готова? Кто вообще сталкивался с бигдата, текстовой аналитикой, структурированными, не структурированными данными? Ну, в общем, я особо не народа. Окей. Сегодня буду рассказывать как раз про текстовую аналитику. Как это используется, где это можно применять, какие основные ограничения и так далее. Но начну, наверное, с бигдата, с больших данных. Куда мы вообще идем в этом плане, да, как-то этот сегмент развивается. То есть, если посмотреть, например, с 1-2 года по, ну, скажем так, на перспективу дальнюю, да, по 26-й год, рост очень большой. Количество данных в мире увеличивается. И это означает, что количество бардаков, в принципе, тоже. То есть, их нужно как-то обрабатывать, выявлять какие-то новые знания, новые какие-то инсайты и дальше применять это все дело в бизнесе. Если кто-то не знает, то небольшой такой экскурс, да, что бигдата делятся, в принципе, ну, такие два базовых формата. Есть структурированные данные, это, в принципе, формат табличек, что у нас есть столбики, строчки, в них какие-то цифры, буковки, там, не знаю, телефоны, адреса, какие-то характеристики, например, пользователей есть. А есть не структурированные данные. То есть, это все то, что, в принципе, обработать своим мозгом, даже если очень сильно напрячься, крайне сложно. То есть, если мы смотрим, например, на неструктурированные данные текстовые, то это что? Почта, например, чаты, социальные сети, все сообщения социальных сетей, которые публичные, естественно. Различные документы вордовские, которые накопились в компании за долгое-долгое время. И, соответственно, эти данные, они где-то хранятся, то есть на это тратятся ресурсы, что бы этим не воспользоваться. Объем данных, в принципе, увеличился за последние два года, наверное, так, даже не помню, во сколько раз. Но, по идее, как говорят разные исследования, около 90% вообще у всех данных, которые сейчас у нас есть в мире, они за последние два года, собственно, и появились. Причем, интересно то, что 68% неструктурированных данных генерированы как раз-то предыдущими. И, как бы, если посмотреть, да, вот такую картинку нарисовать, то было раньше, например, 2005 год, соответственно, стоимость, например, хранения данных у нас составляла, сколько там, 20 долларов, да, по-моему, да. То, соответственно, в 2012 год количество данных увеличивается, скорость, точнее, скорость обработки тоже увеличивается, и стоимости обработки и хранения начинают сокращаться, собственно, как любой рынок развивается. Дальше. Что происходит вообще в мире с текстовой аналитикой теперь, да? То есть вот мы обсудили публикатор, а теперь что происходит с текстовой аналитикой? Глобальный рынок растет примерно на 18,5% в год, и к 2020 году составит около 13,5% с хвостиком миллиардов долларов. Соответственно, сейчас эта сумма составляет примерно в три раза меньше. Европейский рынок тоже догоняет, как бы просто примерно похожее, и составит около 1,2, 1,3 разных всех подсчетов, только в зависимости от того, как считать, значит, миллиардов долларов к 2019 году. Основные игроки на рынке сейчас, на данный момент, ну, как бы непонятно, какие будут там лет через пять, может быть, какая-нибудь новая компания появится, это Microsoft, IBM Voxen, Oracle, есть еще Амико Прена, компании SAW и различные разработки SAS. Что считает вообще бизнес-аудитория? Зачем это все надо? Надо ли это как-то использовать? 61% тех, кто принимает решения в компании, считают, что анализ структурированных данных очень важная штука для принятия бизнес-решений, но примерно половина использует вообще аналитику этих данных, и на самом деле далеко не всех данных, то есть примерно четвертость того, что существует вообще. Хорошо? Теперь, что происходит в России? В России тоже темпы роста большие, но только не все понимают, как это судило применять. То есть все об этом говорят, известные слова нейросети, машинное обучение, там все дела, как бы классно, ну что-то как-то есть, это особо-то не было бы у нас на рынке, публичность, по крайней мере. И с 2012 года число компаний, которые, скажем так, были не заинтересованы в текстовой аналитике, оно начало снижаться, причем значительно, и, соответственно, куда они перешли? Они перешли в сегмент тех, кто как раз уже используют, то есть это количество выросло с 20% до 40%. При этом, согласно тоже различным исследованиям, 70% респондентов считают, что анализ данных помогает вынимать взвешенные решения компании. 31% сообщили, что получают от этого какое-то конкурентное преимущество после внедрения технологии больших данных в своих компаниях. Ну и более половины согласны, что текстовая аналитика помогает, например, выявлять какие-то инсайты или предотвращать различные гиператаки, соответственно, что может очень сильно повлиять на, в итоге, весь бизнес целиком. Поехали дальше. Как вообще распределены данные, то есть я вначале немножечко уже упоминала, что есть структурированные, не структурированные, есть внешние, есть внутренние, в зависимости от сегмента бизнеса. То есть понятное дело, что, например, синенькое это у нас структурированные данные, зелененькое они структурированные и, не знаю, какой-то цвет оранжевый, что ли, это получается такая как бы смешанная дата. Если посмотрим, например, по индустриям, то больше всего структурированных данных в ритейлер, то есть это все эти данные, которые у нас есть по пользователям, да, там, не знаю, средний чек, количество покупок, то есть это все, что можно представить в такой более-менее табличном виде. Ну и дальше получается по убыванию. Далее идут путешествия, энергия, страхование, потребление, банки, ну и так далее. И самое большое количество нескруктурированных данных у нас получается как раз вот в телекоммуникациях, медиа и высоких технологиях. Почему так? Потому что, ну, как по СМИ, это огромные потоки текста, которые как бы можно обрабатывать, интегировать, изучать, настраивать рекламу и так далее. Далее, соответственно, внешние и внутренние данные. У медиа, естественно, значит, у нас начинается, да, с медиа внутренние ресурсы, далее идут, идет индустрия потребления, различные путешествия, полеты, самолеты, отели и так далее. В ритейл уже не на первом месте. Ну и на последний месяц, соответственно, по количеству внутренних ресурсов у нас занимает хай-тэй. Ну и какой потенциал для роста? 52% компаний из разных стран пока что не используют полной мере накапливаемые данные. Поэтому тут можно, как бы, простор для работы очень большой, они не то что не используют, но они, в общем-то, практически толстые. То есть они не знают, либо избавляться от этих данных, либо их обрабатывают. Далее, дальше. Степень утоплительности использования текстовой аналитики. Есть такой отчет в компании «Альтопланы» 2014 года, но на самом деле, если посмотреть на вот эту вот табличку, то основной причиной, скажем так, низкой удовлетворенности, начнем с этого, является как раз технологичность и поддержка. То есть с клиентской стороны, это означает, да, что с клиентской стороны мало кто готов сейчас это внедрять, но зато, как бы, если внедряют, то получают достаточно высокий процент в решении задачи, если и какой-то. Решаются инвестировать в это все дело. Хорошо. Немножечко про кейсы, которые мы использовали у себя, да, вот, когда анализировали с помощью своих технологий, в том, что мы делаем в языке. Что такое Africa Engine? Это инструмент высокоскоростного извлечения коммерческих болезненных знаний через текстовой анализ внутренних и внешних коммуникаций компаний. Хорошо. Какие данные можно анализировать? Ну, вот, если разбить на какие-то, как бы, группы, да, то, соответственно, это текстовые сообщения, имеется в виду публичные, Facebook, ВКонтакте, Twitter, LinkedIn, частично одноклассников, я скажу, что прям, все дорого, конкурс, частично, да. Различный веб-контент, то есть это форумы, отзывы, статьи СМИ, блоги, чаты, внутренние документы, это файл-кород опроса, почтовые сообщения, презентации, текстовые записи пол-центров, если, например, они не текстовые, либо, например, их изначально можно переводить из аудио в письменное обращение клиентов и так далее. Ну и, соответственно, в мобайле это все связано с СМС-ками, наделением геолокаций, также чаты мобильных игр, сообществ и контента и описания приложений. Хорошо. Вообще, кто знает компанию Брэнд Аналитикс? Раз, два, все? Что-то не очень многое о том, но теперь вы ее знаете. Это сейчас компания номер один по мониторингу соц.медиа, пространства и СМИ. То есть, если нужно узнать, что пишут про вашу компанию в сети, как пишут, как часто, кто наезжает, кто наоборот хвалит, может быть, можно как-то, например, снизить репутационные риски, управляя вот этой вот вот такой информацией, то это можно обращаться в Брэнд Аналитикс, который полностью построен на технологии Urban Engine. Соответственно, все эти клиенты, которые представлены на Брэнд Аналитикс, то есть это топ-5 банков, там и почта, и тассы, и тартассы, и рутбол страхи, много-много-много из разных властей, корпораций и брендов используют как раз мониторинг соц.медиа, чтобы управлять своей репутацией и как бы снижать в этом плане какие-либо издержки. Ну и в том числе смене, естественно. Хорошо. Что еще можно делать? Например, составить рейтинг банков, но только не с точки зрения, скажем так, показателей банковских, то есть каких-то внутренних, а с точки зрения того, что пишут люди и что они считают как бы по поводу банков в сети, то есть насколько они, например, лояльны или нелояльны. И в зависимости от этого можно выстраивать рейтинги, используя различные комбинации модулей правой аналитики. Дальше. Еще один пример РИА Новости, который уже второй год подряд доставляет рейтинг медиаперсонов в русскоязычном интернете и он периодически меняется от месяца к месяцу. В зависимости от того, видимо, как у нас меняется политическая ситуация в стране, и не только у нас, а в целом даже в мире, соответственно, разные виды выделяются со временем. Далее. Был также проект связанный с Олимпийскими играми, как раз когда была Олимпиада в Сочи, то, чтобы было выделять популярные персоны и виды спорта, которые, например, обсуждались в сети, чтобы дальше, например, использовать это для корпоративных задач и спецпроектов, для них уже, где можно, например, размещать рекламу, где не нужно, ну и так далее. Применение в мобайл. Теперь самое интересное. Есть ли вообще возможность применять эти технологии именно здесь? На самом деле, последние, наверное, только три месяца я вот сейчас получаю периодически от разных компаний некоторые запросы, что было бы неплохо что-то проанализировать. Опять же, все упирается в технологическую, зачастую, неготовность, с другой стороны, все это инкрементировать, но в целом, что можно делать? То есть, например, и нам готовы, и у вас все хорошо. Выявлять похожие в аудитории приложения, то есть, это все, что касается нэппэжек, тегировать контент в приложении, там, в зависимости от целей, определять характеристики выгодных клиентов, встраивать в чаты мобильные хейтеры, управлять, собственно, комьюнити, которые управляют уже, собственно, самой игрой мобильной. Позволяет также делать эмоциональное сегментирование и анализировать одновременно как структурированные данные, так и не структурированные данные. И, в общем, некоторые из этих примеров сейчас заберем. Так, я буду подробно. Ну, например, первое, да, какая проблема неожиданная снижение продаж? То есть, соответственно, например, проанализировали все, не можем понять, что происходит. Задача у компании может быть найти причину, то есть, какой потенциальный юзеркейс? А, соответственно, проанализировали структурированные данные, поняли, что тот контент не выявляется проблемой, есть возможность проанализировать, например, сообщения из соцсетей или сообщения из колл-центров, или то, что пишут сами же сотрудники в своем почтовом ящике, как они это пишут, по отношению к кому это пишут, что они обсуждают, и понять, собственно, что происходит как внутри компании, так и в ее информационном поле. Ну и дальше объединяются со структурированными данными. Да, чат и комьюнити. Обращается в данном компании, которая хочет, скажем так, внедрять в чаты вторую аналитику. Внедрять вторую аналитику в чат на пильных выборах, чтобы выявлять, кто является, например, лидером сообщений, кто пишет какой-нибудь трэш, кто вообще серая масса, которой можно управлять, и, соответственно, менеджер, в любом случае, от этого может менять свое поведение, какую-то информацию писать в этих чатах, например, и дальше направлять комьюнити в нужную сторону. И, по сути, это все, что касается информационных войн. То есть, здесь подход очень похожий. Дальше. Что еще можно делать? Геолокацию по эмоциям. То есть, определяет эмоциональное состояние целевой аудитории в определенной локации для того, чтобы уже дальше именно эту аудиторию таргетировать своими там услугами, продуктами или какими-то новыми брендами, которые запускаются. То есть, тут все задача приехать и, соответственно, зависит. Дальше. Что еще? Здесь представлены скриншоты достаточно известных сервисов, которые предлагают изучить английский язык, не только английский язык. И, как вы понимаете, аудиторию этих сервисов, например, взрослая аудитория, то есть, мы с вами поженосная аудитория, либо, например, дети. И в основном все эти сервисы начинали как раз свое развитие с взрослой аудиторией. Но некоторые смотрят сейчас и в детское направление, и, соответственно, они накопили огромное количество контента, и из него нужно выцепить, что же является взрослым контентом, что, например, детским. И дальше на основании этого можно расстраивать свои продукты. Тоже можно внедрять вот такое решение, как получается, внутрикорпоративное решение второй аналитики. И можно это также использовать как дополнение к аналитическим отчетам. То есть, сейчас у нас что есть? Вчера мы обсуждали Store Optimization, у нас есть всякие Google Аналитики и так далее и тому подобное. Большей части это все как раз структурированные данные. Но если, например, их объединять с неструктурированными и как раз выявлять какие-то взаимосвязи и сайты, это позволит, видимо, принимать какие-то более различные решения для бизнеса. Ну и немножечко о преимуществах самой аналитики. Что можно делать? Во-первых, это, конечно же, скорость. То есть, скорость у нас в обработке очень высокая. Особенно на русскоязычных сообщениях, потому что изначально компания сама российская и, соответственно, если сравнивать, например, даже с Эгем Ватсон или Акбеком Брэна, то на русском языке мы выигрываем значительно в этой компании. Можно проводить как аналитику по накопленным данным, так же и в режиме онлайн. То есть, что такое режим онлайн? Понятно, что нужно сначала данные получить, прежде чем как бы их обработать. Просто таймверг будет значительно ниже, соответственно. Ну и можно проводить как коробочные решения, как встраиваемые, так и через рестопин. Далее. С этого года нас так же поприветствовала Сколкова, сказали приходите, мы вас очень ждем, поэтому мы этому тоже очень рады. И на этом моя презентация заканчивается. Я никуда не укажу, я еще здесь с вами. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, или мы перейдем к следующему спикеру. спикеру. Спасибо вам за презентацию, очень интересно. А вот расскажите, пожалуйста, поподробнее по поводу геолокации, как вы реализируете по текстовым сообщениям, или как? И чем это может быть, например, и коверс? Вот чем, например, может, интересно, можно обсуждать, а как мы это определяем? Выявляется, например, если есть главный клиентов, и мы можем выявить секреты, не знаю, по какому-то конкретному городу, далее, соответственно, мы знаем, где эти клиенты, что пишут, и мы можем анализировать текстовые данные по ним. То есть упоминание бренда, например, хорошо, они про него пишут, плохо, то есть позитив, негатив, степень позитива или негатива. Как это именно и коверс, пока что все коверсов не работали, сколько будет? Ну, в сетях, да, то есть не в сообщениях своих табличных, поэтому мы можем проверять, а то, чтобы посты. То есть можно идти отобрать, можно, например, по упоминанию бренда, смотреть, насколько крышут, либо можно в другой стороне накопить все данные, соответственно, предоставить нам, например, какие там топ сущности выделяют эти люди, юрлиться, например, и длиться, события, какие-то, какой бренд, или товар, сколько они пишут, какая частотность этих сущностей, и дальше, например, они выстраиваются вот ту самую изональность. То есть хорошо по ним пишут, это не очень. И как это меняется со временем, например, вот сегодня, там, просто кем-ка вы, или ах-э-буржием. Ну, короче, между себе и на цепью мы находимся, когда нам это время можно это измерить, а потом посмотрели через месяц, что-то изменилось или нет, там, а через два, например, вы смотрите, дизайн, вы получаете. Вы получили вопрос? Нет, нет, тут, смотрите, я, наверное, стоила вам сказать про модули, можно определять, как бы один модуль, да, определение языков, вообще всего 43 языка на данный момент. Дальше, второй модуль, это как раз выявление тональности и эмоциональности, выявляет на русском языке и на английском языке, но на английском языке степень тональности выявляет чуть хуже, на русском языке просто потому, что вы будете с этим всем работать естественно лучше. Как я уже сказала, третий модуль это выявление сущностей, четвертый это классификация, то есть, когда у нас есть огромный поток текста, к какому классу информация он принадлежит, не знаю, авто, недвижимость, дизайн, мода, ну, короче, и так далее. Либо можно эти классы создавать, то есть, обучить машину и дальше уже подходит. На больших данных есть еще другие модули, они более сложные для понимания, я не думаю, что мне их нужно объяснять сейчас. Типа нормализации морфоанализ, как бы, вот, они применяются обычно практически в каждом кейсе. Так, будущий вопрос, я правда. Слушайте, пожалуйста, в каком виде аналитика выдается по анализу текста? Ну, например, например, есть предполагающая задача недостаточно структурированного данного стоит 5 решений. Нужно загрузить какие-нибудь например, письма, где могут переписки между сотрудниками и получить какие-то еще данные. Есть у вас скрин в каком виде аналитика предоставляется и какие данные там есть? Так, а можно последний слайд? Типа, вылетел. Дальше. Нет, туда, туда, в сторону. Вот, поехали. Смотрите, находите Abracadjai, там есть раздел демо. Там можно подставить любой текст, в чем голос ведет. Там уже есть готовый, в принципе, да? Можно посмотреть по любому другому тексту. Далее нажимаете пучку волшебную и вам выгружается собственно по модулям весь этот вот тонализ. То есть, где-то такая тональность, она бывает например по объекту, без объекта. То есть, если мы находим какой-то сущности как-то юрлицо в тексте. Соответственно, что по этому юрлицу думают люди? Соответственно, тут как бы зависит контекст. то есть машина также учитывает контекст упоминания. И можно посмотреть по этому юрлицу. Если как смог входящий кэрсерфер как на лоблая с класс и на сенуциональном да. А кто на рабочий подоконки ждал на лоблой дексте или кэрсерфер? Вот именно я вообще таки коммуникациям больше, если интересно, я могу связать с нашими программистами, расскажу, покажу. будет понятно из там есть опи, там есть отчет, там все вот эти опиансы есть, можно посмотреть. Если какие-то вопросы будут по этой части, то пишите мне, это обязательно передам нашим программистам. Вот, еще вопросы есть? А анализ как это? Как это? В каком смысле? Как технологически или как? На основании чего вы знаете анализ позитивно и негативно? Есть во-первых словарей, которые мы используем, есть изоорусы, есть наши эргистические правила, соответственно, как бы технических текстах, которые мы уже там обрабатывали за последние шесть лет. То есть можно использовать комбинацию этих всех трехфакторов, можно что-то одно. Потому что как бы зависит от контекста. То есть точность получается где-то в районе 85 процентов, то есть означает, что в 100 случаев 85 определяется правильно. Остальное соответственно обогат обогат этой машиной. Это все прописано тоже на сайте. Какие там факторы, как это все определяется. Чисто технические моменты. Так, ну что, я думаю, что я прям проголожилась. Я думаю, мы теперь ладно, перейдем к нашему Спасибо.